Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, на разборе субботней школы с Заокским Адвентийским университетом. Мы продолжаем цикл наших уроков, посвященных миссии, и сегодня мы говорим об участии в Божественной миссии в четвёртом уроке. Приветствуем участников нашей дискуссии, нашего разбора. Мы продолжаем идеи, которые уже были озвучены в третьем уроке, где мы уделили большое внимание Аврааму. Мы помним, что Господь, обращаясь к Аврааму, сказал ему «В тебе благословятся все народы». Давайте несколько слов. Мы скажем об этой идее, что это за пророчество и что оно подразумевает. Что Господь обещал сделать через Авраама? Это часть призвания, фраза призвания, с которым Бог обращается к Аврааму. И это призвание необходимо рассматривать в контексте предыдущих, звучит оно в 12 главе, в контексте предыдущих 11 глав. Когда Бог сотворил мир, то Он благословил этот мир, но из-за грехопадения в мир пришло проклятие. И вот, начиная с третьей главы и дальше, мы читаем о непрекращающихся попытках Бога благословить его творение. То есть Бог пытается благословить творение через Адама, Евы и их детей. Но Каин убивает Авеля. Затем Бог выбирает сифитов, но происходит смешение. Бог выбирает Ноя как того, кто должен стать проводником благословения и спасает его семейство. Но и после потопа мы сталкиваемся с тем, что приходит проклятие, звучат слова «проклятие» в адрес Ханаана и Хама. То есть прослеживается противостояние между желанием Бога благословить и путём проклятия, которым идут люди. И вот последняя история, которая предваряет призвание Авраама, это история строительства Вавилонской башни, которая показывает, что одну из ключевых ролей в этом мероприятии, направленном на восстание против Бога, играют те, кого Бог вроде бы предназначил стать проводниками благословения. И вот теперь Бог обращается к Аврааму, желая, не отказываясь от этого своего намерения, несмотря на все те неудачи, которые были, не отказываясь от своего намерения благословить человечество, Бог избирает Авраама, который должен стать проводником вот этого вот благословения. И каким образом? Бог говорит, вот ты, Авраам, сейчас один, но я произведу от тебя народ. Вот этот народ должен будет стать как раз-таки этим орудием Божьего благословения для всего человечества. И мне кажется, неотъемлемой, где-то, может быть, даже обязательной частью или составляющей этого благословения является возвращение людям истинного богопознания, которое было утрачено по причине греха. Спасибо. И вот когда Господь говорит Аврааму, Он говорит, что Он хочет сделать его большим народом. И этот большой народ будет каким-то образом оказывать влияние на соседствующие с этим большим народом, оказывать влияние на эти народы. Давайте мы вспомним, что нам говорят труды Елены Вайт относительно того, сколько было в группе Авраама в то время, когда Господь его уже привел в землю обетованную, когда он уже какое-то время прожил, когда он уже живет в Ханане. Примерно, что Елена Вайт говорит, сколько было вокруг него людей, соработников, участвующих в бизнесе. Что она говорит, если вы помните? Это около тысячи, да? Да. То есть тысячу человек. Уже когда Авраам находится в земле обетованной, он еще не стал народом. Это уже большая группа людей. Давайте мы немного пофантазируем, насколько возможно здесь фантазия, как вот этим он был благословением для окружающих народов. Как вот организация тысячи человек вокруг Авраама могла быть евангельской вестью? Ну, Бытие описывает, что Авраам везде, куда он приходил, воздвигал жертвенники. Соответственно, он проводил богослужения. И если мы понимаем, что окружение Авраама – это не просто он да сара, а это такая достаточно большая группа людей, то, естественно, опять же, понимая, как в древнем мире было устроено совместное проживание, то есть Авраам – глава семьи, то есть все подчиняются ему. Соответственно, если он участвует в поклонении, то это одновременно становится и временем поклонения для всех его, условно, домочадцев, слуг и так далее. То есть волей-неволей они становятся вовлеченными. Это происходит в одном месте, это происходит в другом месте, это происходит в третьем месте. Ну и, естественно, таким образом, то самое познание о Боге, о котором говорил Евгений Владимирович, оно начинает распространяться среди этих людей, даже если они не придерживаются. Здесь важно подчеркнуть, что миссия Авраама, она всё-таки начинается с ближайшего окружения, с самых близких ему людей, с родных людей. Большая часть народа, которая пришла с ним в эти земли, они вышли из языческой культуры. Это вчерашние язычники. И поэтому, когда Бог открывается Аврааму, в первую очередь, в первую очередь, вот это откровение Божие, оно должно касаться его окружения. Поэтому невозможно говорить о какой-то широкой, отдалённой миссии, миссии каким-то большим народам, когда ты не обращаешь внимания на близкое окружение, на своих родных и близких. Наша миссия, по большому счёту, должна начинаться с семьи. Мне кажется, что ещё здесь момент – это такого личного опыта, потому что Авраам, в общем-то, находясь в Вавилоне, он несколько… Мы помним, что Фара, он как бы путешествовал, и Авраам где-то продолжает, может быть, вот эту традицию кочевническую, но когда у него спрашивают, откуда он пришёл, почему, какая у него цель, он начинает говорить. Он ведь объясняет о том, что его призвал Бог, что он ему обещал. То есть он говорит о своём личном опыте встречи с Богом. И вот этой надеждой, которая у него есть, он, по-видимому, делится. Мы видим, что через 25 лет эта надежда, собственно, на него сбывается. И свидетелями этому становятся люди, которые его окружают. Да. И вот опять же в нашем уроке это подчёркнуто. Что происходило с теми жертвенниками, которые Авраам оставлял на своих стоянках, на стоянках своего кочевья? Как в последующем и кем использовались эти жертвенники? И кому на этих жертвенниках приносили жертвы? Что нам говорит Дух Пророчества? Воздвигнутые жертвенники впоследствии использовались теми людьми, которые жили в Палестине, то есть хананеями. И они знали, кем эти жертвенники были воздвигнуты и кому они были воздвигнуты. Поэтому, когда они оказывались поблизости, под влиянием, которое было на них оказано Авраамом, они на этих жертвенниках приносили всё тому же Богу Яхве, жертвы, Богу Авраама. Да, то есть вот это очень интересный момент, базисный момент, когда мы говорим о миссии, когда мы говорим об Аврааме как о миссионере, то мы видим, что миссия его состояла в том, что он организацией вот этих тысяч человек вокруг него свидетельствовал о порядке, о управляемости свыше всем тем, что с ним происходит. Он свидетельствовал тем, что он в своём окружении распространял свою веру, и он после себя оставлял, можно так сказать, духовную инфраструктуру, которая продолжала после него свидетельствовать и использовалась уже не для языческих жертвоприношений, а для жертвоприношений тому Богу, которого исповедовал Авраам. Ну вот здесь большой урок, и очень важный урок для нас сегодня. Мы должны постоянно помнить о том, какой след мы оставляем в своей жизни. И, может быть, мы переезжаем на другое место. Вот такая память остаётся о нас в людях. Хотелось бы, чтобы это была добрая память, чтобы наши следы, они приносили кому-то пользу и благословение. Спасибо. Мы продолжаем говорить о миссии Авраама, и нам сегодня предложено обрастить внимание на несколько аспектов его жизни, особенно те аспекты, которые оставлены нам в 18 главе книги «Бытие». И в этой главе говорится о том, как Авраам оказал гостеприимство, там говорится о том, как Авраам проявил заинтересованность в участие в жизни и судьбе, в трагической судьбе людей. И мы видим там его молитвенную жизнь. Мы видим, что он готов был в молитве бороться. И вот сегодня нам предлагается обратить внимание на эти три аспекта его служения, его миссионерского служения. Давайте мы начнём в 18 главе с вопроса о том, что происходит, какой там контекст, какая у нас картина изображена, что происходит с Авраамом. Он находится на стоянке, будучи кочевником, он находится в покое. Не очень холодное время суток, дневной зной, Авраам находится у шатра или в шатре. Вот что мы видим? Какие мы картины здесь наблюдаем в 18 главе в начале? Сидел у входа в шатёр. То есть не в шатре, не в тени, да. Увидел троих людей, троих путников, которые шли к нему. Ну и, собственно, по законам гостеприимства, которые существуют на Востоке, он должен предложить и обеспечить тремя вещами. Во-первых, это кровь, во-вторых, это пропитание, в-третьих, это безопасность. Вот это то, что должен сделать любой человек, который принимает у себя гостей. Ну вот не показалась вам странной такая реакция? Я вот, когда читаю библейский текст, немного позволяю себе опять пофантазировать. Такой зной, Авраам, может быть, немножко дремит. И тут написано в книге «Бытия», он поднимает свои глаза, смотрит, удивляется, и он видит перед собой три мужа. Они не идут к нему. Они уже стоят. Он идёт к ним. Да, они уже стоят. И какова его реакция? Он падает, ниц перед ними. То есть что это за реакция? Вот так нужно проявлять гостеприимство на Древнем Ближнем Востоке? Или это просто внешний вид этих трёх путников, его настолько поразил, а скорее всего, внешний вид одного из трёх? Одного из них, да. Вот что, опять же, нам говорит Дух пророчества относительно? Он продолжает в последующем диалог с главным из трёх. Правильно? Кто этот главный был? Что нам говорят труды, Елена Вайта? Ну, главный тот, перед кем поклонился Авраам. Это свидетельствует о том, что это божественная личность. Потому что в Слове Божьем запрещено поклоняться человеку. Вот именно таким вот поклонением. Как Богу, да. Поэтому то, что Авраам падает Ниц перед этой загадочной личностью, свидетельствует о том, что Авраам увидел в нём божественного посланника. Да. Благодарю вас. И вот теперь, когда он оказывает им гостеприимные такие вещи, давайте перечислим, каким образом он оказывает гостеприимство в той культуре, что это в себя включало? Ну, хлеб, келёнка готовят. Ну, разное. Вымыть ноги надо было. Да. Вот. Отдохнуть под этим деревом он предлагает. Вот. Ну и, собственно, дальше говорит, я принесу хлеба, чтобы вы подкрепились, прежде чем продолжите свой путь. Самый, мне кажется, самый вот яркий жест гостеприимства, он проявляется ещё до того, как он предлагает омыть ноги, предлагает пищу. Вот. Самый первый жест гостеприимства проявляется в его вот именно движении навстречу этим людям. Побежал. Вот он не обязан был это делать. Может быть, это люди, которые хотят идти дальше, но он проявляет активность со своей стороны, он идёт к ним навстречу. И вот в этом жесте я как раз таки вижу самое яркое проявление гостеприимства. И что интересно, когда они принимают пищу, они сидят, а он стоит. Да. То есть это показывает его особое уважение. Мы знаем с вами, что на Востоке обычно прислуживает юноша. И это высокая честь, когда человек молодой имеет возможность прислуживать старцам. А здесь сам Авраам исполняет роль слуги, и он готов вот так принимать этих людей и им служить. Очень интересное свидетельство, очень интересное свидетельство, даже немножко говорящее о том, что он какие-то традиции всё-таки исполняет очень серьёзно. В нашей культуре, или вот мы люди здесь разных национальностей, каковы законы гостеприимства, которые мы вот сейчас практикуем или хотели бы практиковать? Что мы можем здесь сказать? Как мы могли бы здесь уподобиться Аврааму? Также предложить свой дом для гостей, предложить хлеб, пищу людям, разделить совместно обед, трапезу. Чтобы это было, как говорится, не из-под палки, чтобы это было частью нашего образа жизни и нашего открытого сердца. Да. Что такое совместная трапеза на Древнем Ближнем Востоке? Это же что-то большее, чем просто посидеть. Это что-то такое, говорящее о завете. То есть Авраам здесь приглашает людей за свой стол, и тем самым он говорит, что я очень счастлив, и я хочу, чтобы мы с вами вот в отношениях были, чтобы мы друг с другом сейчас хорошо провели время. И, конечно же, когда мы с вами практикуем эти законы гостеприимства, это очень мощный инструмент для того, чтобы говорить о том, каков наш Господь. Очень хорошо Авраам показывает, каков его Бог, когда он служит гостям. Очень хорошо мы будем говорить, каков наш Бог, когда мы тоже будем практиковать и применять законы гостеприимства. Хорошо. Когда насытились гости, имел ли смысл Аврааму угощать их? Получил ли он какой-то, простите за такое слово, профит от того, что эти люди к нему пришли? Ну, я думаю, что он не думал о выгоде, но он получил. Да, вот давайте про эту выгоду, про благословение гостеприимства, которое он получил. Что он услышал от главного из посетителей? Да, можно прочитать? Да. На их вопросах, где Сара, жена твоя? Он ответил, да здесь она в шатре. Тогда один из гостей сказал, к этому времени, в следующем году, я опять непременно приду к тебе, и у Сары, жены твоей, будет сын. Да. То есть гость, мы с вами знаем, на Древнем Ближнем Востоке, это благословение от Господа. Когда гость приходит в дом, это, считай, приходит сам Господь в дом. Здесь буквально пришел Господь в дом и пришел в дом с благословением. И сказал, что вот то, что так долго Авраам ожидал, так долго они вместе с Сарой ожидали, теперь вот через год состоится. Почему мы с вами знаем, что имя Исаака означает смех. Сначала Авраам усмехнулся, 17 глава книги Бытия, а теперь уже в 18 главе Сара усмехнулась. И, конечно же, когда ее в этом обличили, то она очень сильно испугалась. О чем это говорит? То есть люди, которых она видела, производили впечатление очень серьезных людей. То есть это были непростые люди. Весь их внешний вид об этом говорил. И говорят какие-то смешные вещи. Да, и говорят какие-то смешные вещи. Но, тем не менее, вот благословение «Я в следующем году буду, и будет у Сары сын». То есть Господь обещает вернуться. Вот что эта фраза? «Я в следующем году приду, и будет у Сары сын». Даже если мы здесь не слышим, чтобы это был Господь, простите, такое словосочетательное употребление, нарративная христология говорит на основании повествования, кто есть тот, о ком это говорится. Пообещать такое может только Бог. Да. Да, ну и тут есть такой косвенный намек, когда Сара смеется. Это могло бы как раз-таки произойти в той ситуации, когда вот, ну, все-таки не Бог во славе явился, а в человеческом каком-то облике. То есть, да, серьезные странники, но не было такого ощущения, что ты там в неприступном свете находишься. Поэтому Сара засмеялась от того, что она услышала. Ей это кажется невозможным, невероятным. Ну, то есть, сначала рассказывается, что один из путников говорит, а потом вдруг смена, происходит описание референта, и сказано, не стоит Саре смеяться, сказал Господь Аврааму. То есть, как бы до этого речь шла об одном из, и вдруг вот тут как бы появляется Господь. И дальше интересно сказано, не стоит ей думать, неужели я такая старая, смогу родить, если что-нибудь невозможное для Господа. Вот, то есть, опять же, да, как бы, это же не просто человек говорит там, ну, от лица Божьего. То есть, такое заявление, возможно, сделать только тому, кто обладает вот этой необходимой силой для того, чтобы исполнить сказанное. Да, это один из ярких, пожалуй, примеров в Ветхом Завете, так называемой теофании, Бога явления. То есть, сам Бог является человеку, для того, чтобы принести ему благословение. Тот, кто знает мысли, тот, кто обличает мысли, тот, кто способен неплодную утробу Сару, которая обыкновенная у женщин прекратилась, и давать такие обещания. Да, она и до этого была неплодной. Тут вообще у неё способность к где-то рождению прекратилась. И вот тот, кто может вот так себя вести, никто иной, как Бог Ветхого Завета, который здесь пришёл, которому Авраам оказал гостеприимство. Давайте вспомним с вами слова Иисуса Христа, где он говорит, что если вы приняли, если вы посетили, давайте вот этот момент, проведём параллель из Евангелии, где Христос говорит, что если мы что-то делаем делаем одному из младших сих... Сделали мне 25 глава Евангелия от Матфея. Да, то есть Евангелие очень чётко говорит, всякий, оказывающий гостеприимство, всякий, посещающий, всякий, поддерживающий, делает это человеку. Но при всём при этом это делает ещё и нашему Спасителю. То, что произошло в жизни Авраама, Священное Писание, Новый Завет говорит, должно быть в нашей жизни. Мы к этому призваны. Да, послание евреям, видимо, апеллируя так косвенно к этой истории, говорит, не забывайте оказывать гостеприимство, живя так, иные сами того не ведают, даже ангелов принимали у себя. Вот интересно, что есть неплохое исследование, посвящённое деятельности христиан во Втором веке, то есть каким образом они, ну скажем так, проповедовали и привлекали внимание окружающих людей. Две вещи. первое – это то, что они хоронили, обычно вот в городах, которые прибрежные, хоронили тех, кто становились жертвами кораблекрушений, то есть те, о ком никто бы не позаботился. Вот просто верующие христиане занимались тем, что по утрам обходили, побережье, если находили, погребали. А второй момент – это как раз-таки связанность с гостеприимством, потому что в античном мире в древности не было в нашем привычном понимании систем гостиниц. Ну то есть гостиницы существовали, но это не самое лучшее место, куда приличному человеку стоило заходить. И вот христиане, благодаря тому, что они были гостеприимны, и вот как бы друг друга поддерживали, то есть если какой-то брат или сестра путешествовали, приходили из одного города в другой, то вот они подобно Аврааму, или как в 19-й главе книги «Бытия» рассказывается о Лоте, то есть он увидел людей, говорит, нет-нет, вы никуда не пойдете, вы будете у меня дома ночевать. То же самое делали и христиане, и тем самым они очень сильное влияние оказывали на язычников своих, на свое окружение, что они видели, что да, это какая-то вера, которая совершенно меняет людей и делает людей чужих родными. Да, проповедь о Христе, наиболее эффективная проповедь о Христе, это проповедь как раз-таки делом, не словом, а делом. И вот посмотрите, как вот это дело произвело определенное действие, определенное влияние на Господа. Когда Господь в сопровождении двух ангелов собирается продолжить свой путь туда, к Содому, Господь начинает, как повествует нам в книге «Бытие», вести сам с собой внутренний диалог. Какие возникают мысли у Господа, когда он насытившись, поблагодарив Авраама за гостеприимство, дав ему обещание, что Сара родит через год, что за внутренний диалог у Господа далее представлен нам повествователем, о чем Господь думает, что он здесь переживает? Буду ли я скрывать от Авраама то, что намерен я сделать? Ну и дальше, потому что я его избрал. По сути, здесь намек есть на Авраама как на пророка, потому что Господь ничего не делает, не открыв тайн рабам, своим пророкам. Бог намерен открыть свои намерения Аврааму. А зачем вот это Богу нужно здесь? Он это делает преднамеренно, он движен чем-то, или он сейчас желает Авраама как-то или испытать, или что-то вовлечь? Что здесь? Какова цель? Ну, может быть, даже вот здесь подразумевается, что определенные испытания есть, потому что собственно Авраам здесь сталкивается с моментом, когда ему говорится о том, что будет наказан весь город, а Авраам вступается. Это даже определенное, то есть существуют исследования, которые пытаются как бы демонстрировать, что здесь определенное, как бы Авраам выступает в роли остатка, который ходатайствует за тех, кого еще можно спасти. Спасибо. Он вступается за праведных, которые есть в этом городе, но в конце концов мы видим в дальнейшей главе, что праведными тут собственно оказывается один лот. Мы с вами исповедуем доктрину о следственном суде. И всегда, когда мы говорим о серьезных теологических моментах, нам приятно находить некие исторические параллели или исторические повествования, где что-то подобное уже представлено. Вот когда Господь с двумя ангелами идет к Содому, зачем он туда идет? Содом и Гамора уже приговорены? Какова цель посещения Господа и двух ангелов? Пойду, узнаю. Да. Почему он туда идет? Какая причина идти туда? Ну, здесь перекличка некоторая с строительством Вавилонской башни, когда Бог говорит, сойдем, посмотрим, что там люди делают. То есть некая, вот как раз-таки идея такого разбирательства, исследования, прежде чем выносится окончательный приговор, и этот приговор приводится в исполнение, еще раз перепроверяется. Это очень важный момент, который подчеркивает Божью справедливость. И эта справедливость, она должна быть явлена, она должна быть открытой. Бог не вершит суд, знаете, так вот, скрытно от всех по своему произволу. Все суды Божии носят открытый характер. А чтобы суд был таким открытым, конечно, нужно исследовать перед всеми, исследовать дело. Интересна, конечно, вот эта история. диалога Авраама с самим Богом. Вот потрясающая, по сути дела, здесь Авраам выступает как ходатай, как посредник, заступник, вот он именно выступает как образ Христа, небесного ходатая, небесного посредника, в котором мы все, как грешники, нуждаемся. То есть получается, что текст говорит, что вопль дошел до слуха Господа, то есть кто-то уже преследуем, кто-то уже страдает примерно так же, как мы потом прочитаем в 19-й главе. Беззаконие и несправедливость уже дошли до Господа. И Господь идет для того, чтобы там совершить некое следствие, и он воочию видит, что то, что ему уже было вознесено, теперь реальности будет исполнено в отношении Лота и этих двух ангелов. Но здесь, когда Господь говорит о наказании, когда он говорит, что он идет наказывать, возникает вопрос у Ноя, прошу прощения, у Авраама, в 25-м стихе у него возникают некоторые сложности. Что в диалоге с Господом он Господу озвучивает? Вот именно вопрос справедливости. Да, прочитаем, может быть, в русском, в синодальном переводе и в современном переводе. Неужели ты уничтожишь праведного вместе с нечестивым? Вот вопрос, который всю дискуссию направляет. Ну, а дальше там уже идет торговля 50, 45, 45, 40, 30, 20, 10, останавливаться на 10. Вот, ну, вроде Авраам успокоился, но 10, да, может быть, даже 10 не находятся в Содоме. И, казалось бы, что по диалогу все должно быть уничтожено. Но вот этот вопрос, неужели ты уничтожишь праведного вместе с нечестивым, который направлял всю дискуссию, он и дальше в 19 главу переходит и становится понятным. Нет, Бог тот, кто не накажет, не уничтожит праведного вместе с нечестивым. И если невозможно сохранить город, потому что там нет даже десятерых праведных, Бог сделает так, чтобы спасти праведника и извлечь его в то время, как город подвергся заслуженному возмездию. Можем ли мы предположить, что если бы в этом городе все-таки набралось десять праведников, Бог бы не совершил свой суд, не наказал этот город ради десяти? Хороший вопрос. Я думаю, что если Господь обещал, он бы исполнил. Он бы не исполнил. Но он спас бы этих десять. Да. Вот не знаем точно, но о чем Авраам молится? Давайте все-таки дадим четкий ответ. Он молится о всех жителях. О всех или о праведниках? Мне кажется, о всех. Эдвард Михайлович. Ну, по тому, как мы читаем, может быть, до пятидесяти праведников не достанет пятерых? Неужели ты уничтожишь весь город? То есть речь идет о том, что весь город можно все-таки было бы сохранить, если бы было десять человек. Потому что вот в этом контексте продолжается, собственно, вот это, как уже сказали, в кавычках, торговля. То есть ради десяти он и помиловал бы. Но в том-то и дело, что это самая малая доля в еврейском мышлении. И все, как бы меньше быть не может. Десять и все. Да, но вот оказывается, еще меньше, и Бог находит вариант, как решить вот эту вот дилемму между справедливым воздаянием и в то же самое время спасением праведника. Праведника, да. И к тому, что вот, а что если бы там десять было бы найдено? Ну, конечно, мы в область «бы» выходим, тут можно много фантазировать, но вот как в девятнадцатой главе события развиваются, показывают, что там как бы не развернулись бы события, и сколько бы там праведных не было бы, у Бога очень часто есть третий вариант. То есть вот люди часто мыслят либо, либо, то есть либо десять праведников, либо полное уничтожение, а Бог находит третий вариант. И праведника спасает, и нечестивцы получают воздаяние, так как и в этом случае могло бы быть. Да, и мне вот кажется, что вот в этом диалоге Господь, мне кажется, преднамеренно подключает Авраама к вот этой дискуссии, потому что вся вот эта картинка, она очень красиво иллюстрирует служение Иисуса Христа. То есть каков титул, которым Авраам награждает Господа в 25 стихе? Судья. Всей земли. Судья всей земли. Судья всей земли, который должен совершать правосудие, мишпат, который не может поступать несправедливо. То есть есть судья, он как верховный судья не может допустить какую-то несправедливость. И вот здесь должен быть некий ходатай. Три стороны здесь есть. Виновная сторона, судья всей земли и ходатай, который вопрожает и говорит Господи, помилуй, Господи, благослови. Что это нам может рассказать о том, что делает сегодня Иисус Христос, когда мы с вами читаем Новый Завет и употребляются слова ходатай? Ну вот так же вступается за народ свой, за правил. Павел восклицает в 8 главе послания к римлянам, кто будет обвинять избранных Божиих. Да, дьявол обвиняет нас. Мы действительно все грешники и по справедливости Божией мы заслуживаем наказание. Но в силу того, что Господь Иисус Христос вступается за нас как наш ходатай, как наш заступник, как тот, кто вину нашу на себя взял, умер, понес Божье наказание за нас на себе, мы можем рассчитывать на спасение. И дьявол не может нас обвинять, когда мы имеем такого защитника, заступника на нашей стороне. Спасибо. Вот в этом контексте, я думаю, уместно было бы еще прочесть послание к евреям, 7 глава, 25 текст. Очень я его люблю. Давайте прочитаем 24 и 25 стихи. Христос же пребывает вечно, и священство его неприходящее. Здесь автор сравнивает священство Христа со служением земных священников. Прежние священники менялись, потому что смерть рано или поздно прекращала служение любого из них. Христос же пребывает вечно, и священство его неприходящее, потому и дано ему окончательно и навеки спасать всех, кто приходит через него к Богу. Вечно жив он, чтобы ходатайствовать за них. Вот в этом стихе очень интересная идея заключена. Сказано, что через Христа мы приходим к Богу. То есть без Христа мы к Богу прийти не можем. Правильно? Мы уже имеем с ним опыт. А когда мы во Христе приходим в небесное святилище, мы там переживаем еще один опыт. Какими словами описан этот опыт? Какое там слово употребляется? Может всегда приходящих спасать. Обратите внимание, что говорит апостол. Он говорит, мы уже во Христе приходим к Богу, через Христа приходим к Богу, мы уже спасены. И мы приходим во Христе в небесное святилище для того, чтобы через ходатайственное служение быть спасенными. То есть опыт спасения продолжается, и вот часть этого опыта спасения это служение Иисуса Христа. Посмотрите, о чем говорит в этом контексте. Если мы говорим, что опыт Авраама это красивая иллюстрация следственного суда, ходатайственного служения, Авраам говорит о праведниках. То есть у них уже есть опыт с Богом, но они нуждаются дополнительно в ходатая. И вот это ходатайство Авраама избавляет их от окончательного суда, который фактически в 19 главе книги Педеи происходит. Они уже праведники, но нуждаются в спасении как праведники. И вот это очень красиво иллюстрирует нашу теологию следственного суда, ходатайственного служения, которое предлагает нам Иисус Христос. Ну и заканчивая наш урок, было бы уместно вспомнить, где в Новом Завете апостолы, писатели говорят о том, как мы должны друг о друге молиться. Вы помните, что разные тексты говорят о том, что мы призваны друг за друга молиться. Давайте вспомним несколько текстов, или хотя бы один, и дадим комментарий. что сегодня Господь от нас, как сынов Авраама, ожидает? В послании Якова идет речь о том, чтобы мы молились друг за друга. Вот «Велика сила» это 16 текст, 5 главы, «Велика сила горячей молитвы праведного». Итак, признавайтесь друг при другом в грехах и молитесь друг о друге. Потом еще можно привести пример того, что все послания Павла начинаются с молитвы, а в ряде посланий он обращается к своим читателям и просит их молиться о себе. Например, он это делает в послании Ефесиным. То есть получается, что даже такой человек великий, как апостол Павел, нуждался в том, чтобы его братья и сестры молились за него. Благодарю вас, дорогие братья, за ваше участие в сегодняшнем уроке. Мы говорили сегодня о том, что Господь призвал Авраама и Авраам был миссионером в своем народе, он был миссионером теми жертвенниками. Мы говорили, что он служил даром гостеприимства и он был ходатаем, личностью, которая молилась о других. Это тоже важнейшая часть нашей миссии. Да благословит нас Господь. Аминь. Дорогие друзья, если вы хотите глубже изучать Священное Писание, пожалуйста, переходите на наш сайт книга-книг.инфо и наше сайт. Спасибо.